Всем привет! Сегодня у нас 12 августа. Начинает поспевать очень хороший, урожайный летний сорт яблока. Название сорта я не знаю. Растет у нас очень давно. Снимаю его из-за двух причин. Оно очень урожайное. Каждый год с урожаем. Завязывает по 5 яблок на соцветия. Я оставляю постоянно по 2 яблока на соцветия. Вот видно. По 2 яблока. Яблоко товарное, вкусное. Кислоты в нем практически нет. Может в подвале храниться около 2 недель. Как раз от яблока к спасу. Очень классное. Очень вкусное для еды. Вкусные компоты с него на сушку суперовые. Очень урожайное. Повторюсь, сейчас покажу. Какая урожайность у него. Вот внизу я буду сейчас обрывать выборочно самые красные плоды. А те, что еще полностью у меня красились, через неделю пройдусь. Яблоко может поражать плодожорка. Когда оно его поражает, оно ссыпается. То есть надо обработать 2-3 раза препаратом Калипсо или Проклеем, или Инжио. И тогда все яблоки будут на дереве. То есть вот такая красота. Такие красивые яблочки. Что за сорт я не знаю. Без понятия как он называется. Но он очень красивый, очень урожайный. Вот так вот. До земли. Сейчас с другой стороны обойду. С другой стороны. Вот такой вот красивый имеет вид. А иди отсюда. Сидишь. Такая вот у него хорошая урожайность. Яблоко не сильно крупное. Потому что на соцветие по 2 яблока. Если оставить по одному и через соцветие, то будет оно гораздо крупнее. Такая вот красота висит. Очень урожайная. Даже палку поставил, чтобы не... Ну сейчас отсюда покажу. С другой стороны. Там где неокрашенные, они внизу висят. Вот такие вот яблоки. Красивые. Сейчас сорвем. Вот оно. Такое плосковатое. Вот такие вот яблоки в руке. Они такие приплюснутые. На солнце красное. В тени. Без загара. Вот такие вот. Такие классные шикардовские яблоки. На солнце вообще, если они будут расти, то они такие аж черные. При полном поспевании. Какой вот красивый яблок. Сейчас нарвем. Попробуем на вкус сваженого. Держится довольно-таки крепко на дереве. Мне этот сорт очень нравится и за вкус, и за урожайность. Урожайность, конечно, классная. Подвой я точно не могу сказать, какой. Мне кажется, что девятка. Но может быть и не. Ну какой-то из низких подвоев. Что оно. Вот последние яблоки идут. На уровне глаз. Ну метр семьдесят хай. То есть вот так вот ветки идут. Какой-то карлик. Или полукарлик. Цвет красивый, очень такой. Такие яблочки классные. Ну и там он висит тоже красавцы. Пойдем туда красненькие срывать. То есть я его собираю обычно в два прихода. Самые красные. И те, что не сильно окрашены, уже через недельку собираю. Так вот я нарвал чуть-чуть. Сейчас надо попробовать, какой вес у него. Такие вот яблочки красивые. Так, сейчас посмотрим, какой вес. Яблоко вот такое красивое. Товарное. В ящике смотрится. Там и на дереве смотрится красиво. И на дереве красиво, конечно. Ну и в ящике тоже красота. Такое лежит. Так. Смотрим, что у него за вес. Ну он не сильно крупный. 170 грамм. 130 грамм. 147. 134. Грубо говоря, до 170 грамм. Так, я тебе его пробую, уважил. 120 грамм. 130, 150, 140 грамм. Все равно. Вес не крупный. Ну а яблоко такое. Такое вот красивое. Летнее яблочко. Сейчас разрежем, попробуем. Не всегда то, что крупное. Красивое и вкусное. Конечно, вес хочется, чтобы был здоровый. Не тут сильно много его нагрузка на дереве. Сейчас разрежем, попробуем. Так, разрезал. Косточка уже видно. Созрела. Уже коричневого цвета. Мякоть красивая, белая. Попробуем сейчас на вкус как она. По вкусу сладенькая, слегенькая кислинка. Из дерева хорошее. Но им еще можно полежать недельку. И тогда у них вообще открывается хороший вкус. Текил яблоки. То есть, мне они как бы нравятся как сорт. Отец говорит, мне не очень. То есть, ему другие сорта нравятся. Но у каждого разный вкус. Жене, детям очень нравится. По вкусу летнее яблоко. Всегда его много с выражаем. То есть, кушает его с удовольствием. Подмерзания у него не было. Лет 15. Оно у нас растет. Или 13, или 15 лет. Подмерзания не было. Постоянно с выражаем. Единственное, обработать надо плодожорки. По болезням вроде как не поражается. Паршой, мучнистый. То есть, листья чистые. Если другие деревья я брызгаю, то хоть брызгаю, хоть не брызгаю, все равно и парша есть, и мучнистая. Но это обрабатывалось. Потому что тут у меня в кроне и росавка он висит. Она еще зеленая. И голден висит. То есть, я обрабатываю. Сейчас обойду, покажу. Вот голден висит. Голден Деляшес обычный. Без всяких клонов. Самый-самый обычный. То есть, ну, обрабатывается и этот сорт, и росавка тоже. Чуть-чуть обрабатывается, хотя можно и не обрабатывать. Ну, и этот я. Тоже сорт, как бы, попадает на него. Потому что голден без обработок, он вот такого вот качества не будет никогда. Он будет весь в парше. Вот такие листья все будут задрочены. То есть, они и тут видно, что чуть-чуть есть с обработками. Но яблоки чистые. Яблоки красивые, чистые все. Так, ну ладно. К этому сорту. То есть, кому понравился сорт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, звоните, заказывайте черенки. Правда, этого сорта немного у меня. Черенков. Потому что урожай насильный, прирост. Вот он. Не сильно большой прям. То есть, ну, может, черенков 10 на нем и смогу срезать, не больше. Вот так яблоко для себя, вот так летом покушать, хорошее. Да, вес не сильно крупный, но оно компенсирует своим урожаем, сильным, своим видом. Ну, и вкус хороший. И может лежать. Может полежать. Две недельки может спокойно полежать. Вот сейчас сорвать его. И будет все классно. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok